Хочешь купить топовый аккаунт в БСС по низкой цене, да к тому же еще с огроменным количеством робоксов на балансе, которые ты сможешь потратить в любой игре в робоксе. Да и к тому же, эта группа уже работает больше двух лет, так что переходи по ссылочке в описании, так же будет ссылочка еще в комментариях. Так что всем приятного просмотра. Так сказать, обзорчик своих вещей, пчелок, не знаю, кто-то в комментариях меня спрашивал. Да, многие спрашивали, чтоб я сделал какой-то обзор. Ну, в общем, надеюсь, я понял вас правильно. То есть улей у меня вот такой вот, просто синий улей, как сделал его на Новый год, так и не менял, то есть только одрил пчел. Тут одной только одаренки не хватает, я не знаю, может у меня есть семечки? Наверное, есть, не знаю, давайте попробуем с семечками. Одной семечкой, пацаны, одна семечка, может нам повезет? Нет, нам не повезло. Давайте покажу вам, что у нас тут по лесам, у меня по лесам, у меня тут 2К с фигом тикетов, плентер, как обычно. То есть шапочки вот такие, может у кого-то схожие шапки, можете посмотреть, сказать, написать в комментариях, будет интересно почитать. Может кто-то есть даже круче меня развиты в симуляторе пчеловода, потому что таких я из подписчиков немногих встречал, может 2-3 подписчика, которые круче меня развиты. То есть как-то так, стингеров у меня тоже мало, у меня лежинок до всего у меня так-то, можно сказать, мало, то есть реально мало. То есть вот так. Ну, был экстракт, кстати, у меня нормальное количество 2,4К, то есть это достаточно много, я бы сказал. Клей у меня тоже косарь, клей это дофига клей, я так скажу. Многим этот клей нужен, я бы сейчас какому-то подписчику подарил его, но тут нельзя передавать вещи, так как там, допустим, 5 симулятора X или в какой-то другой игре. То есть тоже Tropical Drink у меня тоже очень много, но это мега-мега много их, не знаю, может сейчас их это считается мало, точно не знаю, ребят, я сейчас не играю без фарм особо. Мне как-то не хочется и просто лень, и времени как-то нету. Ну, в любом случае у меня есть пару дней, чтобы поиграть, но как-то я не хочу играть особо. Светочки просто записываю. Я Стив Бинсов тоже пару штук их потратил. Кстати, я много на Новый год их потратил, и нихрена, как-то по фарму полная дичь, то есть, видите, я даже не фармил 100 мёда за день. А, 100 тысяч добыл. Я не знаю, что этот подобрал, что у меня 100 тысяч появилось, но в общем, как-то так. Дальше у меня тут, ну, ничего такого крутого нету, есть джинджербредов, 63 штуки, только успел накопить, может что-то купить можно. Да и особо что-то покупать, ничего не хочется. Там вроде бы надо было, ребят, если я точно помню. А, 500, 500 джинджербредов. Дальше у меня 35 к ананасов тут есть, 8 к клубники, ну, такое себе, такое себе. Дальше что у меня тут есть? И ещё есть вот такие вот вещички. Ну, наверное, у всех они есть, я не знаю, ещё на полях где-то у меня стоит, не хочу это подбирать, мне лень. Ну и по яйцам тоже тут как бы, как у всех, то есть, ничего такого крутого нету. И дальше тут пошли всякие пчёлы. Я с ивентов, с кодов, они мне падали, получается. И вот тут есть две пчелы, которые я не поставил, точнее я убрал их. Это папи би, кримсом би и всё. То есть вот эти две пчёлки я убрал, я думаю, ещё пару ивентовских пчёл уберу. Ну, как буду фармить, там всё делать. Потому что викиус би мне тоже не нужна особо. Я не знаю, зачем эта пчела нужна, это полная шляпа. Ну, кто может убивать постоянно кого-то, может она и нужна. Ещё я думаю, какая тут пчела мне не нравится. То есть у винди мне не сильно нравится. Я не знаю, может она и помогает, тут надо сверять. И думаю ещё гамми би убрать, потому что, ну, тоже мне она не так уж сильно нужна. То есть вот эти две пчелы, я даже задумываюсь. Но в винди вряд ли я уберу, а вот гамми и фестивальку я думаю, может быть, уберу. Потому что там есть один прикол с фармом. Если он работает, то это классно. То есть дальше у меня тут практически все бэджики есть. Два предпоследних нету, у меня последний предпоследнего у меня нету. Не вижу от них смысла прокачивать и слишком долго это всё фармить. Тем более сейчас что-то с фармом сделалось в игре. Не знаю, что там я, наверное, сделал. Ну, в любом случае мне лень это делать. 5000 квестов, это можно выполнить буквально за дней 7. Вообще в лёгкую. Тоже лень выполнять квесты. Не люблю я выполнять квесты, ребят. Максимально ненавижу, не люблю выполнять квесты. Дальше тут миллион battle points. Это нужно миллион. Получается, смотрите, давайте сейчас покажу вам. Тут, ну, это мега много. Это слишком много нужно добыть. Я не знаю, как это таким образом можно добыть, но это мега много. То есть, вот я убил, мне даётся где-где-где-где. Один, плюс один battle points. Плюс один. Ну, это смотря с какого убивать, но это надо играть около... Ну, вот создание игры, создание игры бы ты играл каждый день, у тебя бы этот battle points был набит. Ну, сейчас его у многих нет. Ну, да и тут плюс 30% critical power. На самом деле, плюс 30% это очень много. Ну, я бы хотел себе. То есть, как-то вот так вот, ребят. Тут ещё у меня вот, на первых слотах вот такие вот вещи лежат. Кому интересно. Всё, такой у меня ролик, ребят. Если вам понравился, то кликай лайк. Надеюсь, ну, ты напишешь про свои вещи. Во-первых, ребят, я надеюсь, что ты поставишь лайк, подпишешься на канал и также напишешь в комментариях, какая у тебя прокачка. Что же ты хочешь, какой ты новый... Смотрите, ребят, давайте так. Какая прокачка у тебя в пчеловоде или, может, где-то в другом симуляторе. Но меня интересует в данный момент это, как ты прокачан в пчеловоде. Потом, ребят, интересует ли вас прокачка. То есть, я буду прокачивать вас. Многие меня просили. Ну, я, в принципе, могу сейчас покачать вас, если хотите. Реально заняться вами в этом плане. И какой ролик вы хотите, чтобы я следующий заснял. В принципе, мне не тяжело. Всё лёгко сделаю. Круто и легко. И с монтажом. Да. В общем, вот такой вот какой-то ролик. Классный, не классный. Ты оцени. Напиши. Ну, что ж. А я с вами прощаюсь. Как говорится, я ухожу, ухожу. Я ухожу. Прости меня. В сотний раз извинялся. Я ухожу.